МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приезжают родоначальники гребли на лодках Дракон, спортсмены из Поднебесной. Также этот турнир взял под крылок гребцов на океанических лодках Аутриггер и на досках Микс Спорта сапсерфинга. Не смогли принять участие в нынешнем фестивале представители академической гребли. Но в скором времени здесь, в бухте Новик, можно будет увидеть сборные России по этому виду. Они будут наведываться в Приморье каждое лето перед Олимпиадой в Токио 2020 года. Это место, оно соответствует всем требованиям для того, чтобы развивать здесь академическую греблю. И Всероссийская Федерация Гребного Спорта сделала уже заявку на тренировочные мероприятия в 2018 году, в 2019 году и, соответственно, в 2020 году перед Олимпийскими играми в Токио. Они планируют здесь провести тренировочные мероприятия. Акклиматизационные – это очень немаловажно для всех спортсменов именно в этом месте. Поэтому инфраструктура этого клуба, этого места с каждым годом все время усовершенствуется. И здесь есть все условия для развития и академической гребли, гребли на лодках «Дракон», гребли «Аутриггер» и различных видов гребли и дисциплины. Центральные соревнования – это гонки на лодках «Дракон», которые за полтора десятка лет снискали повсеместную популярность в Приморье. На 14-й кубах губернатора съехалось более 500 спортсменов. Основная борьба за главные трофеи в мужском и женском классах. На дистанцию также вышли юношеские, ветеранские и смешанные экипажи. Появляются новые команды. Сегодня хорошо заявляет в нашем Приморском крае команда у мужчин «Гидро», которые стали чемпионами Приморского края. И команда «Аквамарин» – это уже наши ветераны, которые продолжают тренироваться. И это очень радует, что они продолжают выигрывать у молодых. Командная гребля на «Драконах» стала популярной везде, где есть удобные водоемы. Федерации действуют и развиваются в разных городах и районах Приморья. Так молодая уссурийская команда пока не смогла пробиться в призеры, но значительно улучшила свои результаты. У нас вообще федерация новая, поэтому нам немножко сложно. Поток людей большой, кто-то остается, кто-то уходит. Тренеры только в этом году у нас квалифицированы. Действительно, те, кто закончили грибной спорт, те преподаватели, которые работали инструкторами, были в сборной крае. И это нам помогает немножечко именно в подготовке людей. На море мы не выходили в этом году, потому что из-за погодных условий у нас очень долго уходил лед с озера. Мы вышли аж в апреле, когда все уже в апреле тренировались. И на море мы не успели съездить вообще ни разу. Но ребята, считаю, хорошо справились. Наставления тренера были, все посмотрели и воду. И согласно погодных условий, но нам еще повезло, что опытный был рулевой, который здесь нам предоставили, сыграло свою, наверное, долю и везение, потому что на наших тренировках вот именно эти новички, мы обкатывали новичков, несмотря на то, что здесь все опытные команды. Мы не выходили из минуты, здесь 0.57. Это для нас просто нереально хорошее время. И считаю, что ребята с минимумом, с тем планом минимум справились на отлично. У нас были утяжеленные тренировки, у нас другой до кона намного тяжелее. Поэтому команда, сплощенность. У нас очень дружная сплощенная команда, несмотря на то, что они собирались совсем молодые. Есть грибцы, которые пришли к нам буквально на прошлой неделе, а занимались всего три занятия. Давно участвуют в краевых соревнованиях и делегация находки. На старты приезжают от мала до велика. Заявляются в разных возрастных категориях. Первые соревнования у нас в крае прошли именно в находке. У нас немножко повезло, не как Владивосток, в этом плане озеро стояло рано. Мы провели первые открытые переносы находки и попробовали свои силы. Естественно, потом соревнования были чемпионат Приморского края, где немножко мы выступили хуже в поселке Лозовом, где сделали работу над ошибками. И главный старт – это вообще года клуба губернатора Приморского края. Естественно, к нему мы подходили очень тщательно. Сейчас у нас две юношеские команды, одна из них девочки и взрослые команды. Взрослая мужская, взрослая женская команда. То есть у нас в общей сложности приехало порядка где-то 55 человек. Серьезная заявка. Да, это у нас практически полный автобус пришел. И мы, это, так скажем, такие соревнования, к которым мы готовимся регулярно и с большой самоотдачей. Показали себя молодые находкинцы, которые вышли на дистанцию в форме и смогли пробиться в призеры. Учимся в мореходном училище дымового находка. Ну и взяли такой, как сказать, от формы морской взяли. Фланг, ну тельняшки нету, правда. Для образа. Чтобы то, что мы моряки и выступаем в такой форме. Выступление оцениваем хорошо, потому что на предыдущих соревнованиях мы не могли, честно говоря, выступать наравне с этими командами. Сейчас потренировались, все, команда более-менее слаженная получилась, и поэтому хорошо выступили. В соревнованиях юношеских команд молодых представителей находки и партизанска смогла обойти команда «Спартак» из краевого центра. Мы больше занимаемся именно на байдарках и каное, а драконы – это так, чисто на соревнованиях. Ну, когда в партизанские тренируемся на драконах. Ну и как? Что дает командная гриба, на твой взгляд? Ну, во-первых, слаженность. Чувствуешь своего напарника, и поэтому ты такие плоды дает. Обновление коснулось других классов. По разным причинам не приняли участие в этом кубке составы «Тигров» Владивостока, что обострило конкуренцию среди давнишних соперников в мужском и женском классах. Новые люди, конечно, приходят в команду, но основные составы этих команд стабильные. Костяки стабильные, новички добавляются какие-то. Но единственное, в этом году нет, к сожалению, «Тигров» Владивостока – сильнейшая команда Приморского края. Ну, это самое главное изменение, собственно, в женском классе. Ну да, шансы на первое место есть у других команд теперь. А для многих важны не только награды, но и участие. Десятки и сотни, заразившись позитивным вирусом гребли, не могут без этих соревнований. Постоянно держаться за весло. Первая очередная цель – это, конечно, победить, ну, а второе – это участие, как бы единение. И вообще спорт – это здорово, интересно. С интересными людьми повстречаться, себя испытать, посмотреть, на что ты способен. Только можно на соревнованиях, где есть другие команды. И вот когда стоишь на старте, и вот это весло в воду, и гудок звучит, сердце, оно удар пропускает. Ты даже не дышишь в этот момент, сколько лет не занимаешь, вот это трепетное впечатление, оно никогда не уходит. Ну и плюс там, сколько там, 58-59 секунд. Ты просто гребешь и думаешь, как бы все сделать побыстрее. Ну и в конце результат смотришь. Гости сборной провинции Дзилинь остались без призов в мужском классе, но помогли команде «Марей» стать первой в смешанном на 20-местной лодке. Девушки из «Марей» были первыми в этой дисциплине и в десятке, но уже с командой «Торпеда». Жесткая борьба развернулась между студентами Китайского университета Бэйхуа и мужскими командами «Приморья» с ученой «Торпеда Гидро» и «Восток». В ней победителями и обладателями главного кубка вышли китайские спортсмены. У нас принципиально разные техники, тем и интересны соревнования. В состав нашей команды вошли студенты факультета физкультуры, которые занимаются греблей на постоянной основе. Награды участники кубка получали из рук губернатора Владимира Миклушевского. Я рад всех приветствовать на этом празднике спорта. Он проводится уже в 14 раз и впервые в рамках фестиваля «Лебо на русском». Я очень рад, что вместе с профессиональными спортсменами вот этот раз приняли участие любители. Очень рад приветствовать здесь наших китайских спортсменов, наших китайских партёров, которые, кстати, сегодня мы будем чистым. Как победители. И хочу сказать, что я очень рад, что этот праздник становится действительно массовым. Несмотря на сегодняшнюю погоду, здесь очень много собралось людей. Я хочу поздравить всех победителей. И хочу, тем не менее, сказать, что даже те, кто не победил, они всё равно победители, потому что участие – это в любом случае победа. С праздником вас! Радости не было предела у команды «Рыба моей мечты», которая смогла за долгие годы выиграть главный трофей в женском классе и обойти главных конкурентов – коллективы «Мары» и «Аквамарин». Самые, наверное, яркие эмоции были на финише, когда мы поняли, что мы всё-таки первые. Мы пели, плясали, визжали, радовались. Да, из воды выпрыгнула рыба. Это знак наш талисман. Таким был открытый кубок губернатора по гребле. Соревновательный сезон продолжается, но участники в предвкушении следующего, 15-го турнира. Редактор субтитров А.Семкин